Бедность определяется как неспособность достичь самой минимальной степени необходимого для жизни достатка. Она представляет собой тяжелое положение, в которое попал человек, из-за которого по причине совокупности общих и частных факторов он не может удовлетворить свои материальные и духовные потребности в определенном общественном и культурном строе. Бедность — это одна из форм социального отличия, неравенства и несправедливости. Самое дорогое и ценное, чем может владеть любое общество, — это дети. Вред, который исходит от бедности в отношении детей, нельзя назвать ничем иным, как бедствием. Этот вред не ограничивается отсутствием денег, питания или плохим жилищем. Однако проявляется в отсутствии духовно-нравственного воспитания, а также снижение уровня самосознания. Все это делает ребенка мишенью для сложных ситуаций в маленьком возрасте. Он может жить в уличной культуре, получая неправильное или агрессивное воспитание. И, возможно, он может стать жертвой провокаций и скрытых вызовов, не говоря уже о воровстве, курении, наркотиках, понижении нравственности и невежестве. Ислам исцеляет бедность разными методами. Он указал путь социальной справедливости. Он обязывает выплату закята, побуждает к милостыне и упорядочивает денежный оборот в обществе. Священное Писание указывает на то, что нахождение имущества только у богатых людей и присвоение ими имущества, лишая его бедняков, приводит к страшному наказанию. Всевышний Аллах говорит, «Трофеи, которые Аллах вернул своему посланнику от жителей селений, принадлежат Аллаху, посланнику, родственникам пророка, сиротам, бедным и путникам, дабы не достались они только богатым среди вас. Берегите же то, что дал вам посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании». Вместе с вменением в обязанность выплаты закята и побуждением к милостям, наша религия строго отнеслась к наказанию в отношении кражи общего имущества и посчитала ее одной из видов нечестия, творимого на земле. Религия дозволила правителю мусульман приводить в исполнение наказания вплоть до смертной казни, чтобы это стало уроком для других. Почему? Потому что похищенное имущество кордет вместе с собой целое поколение, а также уничтожает возможность творения, развития и формирования умов детей сегодняшнего дня. Ислам установил начало равенства возможностей и справедливости между членами общества, чтобы каждый человек получал основные жизненные потребности. Таким образом, самый лучший путь лечения бедности — это практика учения Ислама и их применения как практического положения нашей жизни. Да, бедность убивает, убивает разум ребенка, тем самым сокрушая самое дорогое в человеке. С гибелью разума ребенка умирает несколько будущих поколений. Поэтому каждому из наших праведных предков, Умару ибн Аль-Хаттабу или Али, да будет доволен имя Аллах, относят известное выражение «Если бы бедность была человеком, я бы убил ее». В этом нет порицания беднякам. Однако, это война против бедности, в которой есть притеснение неимущих. Они обвинили ее в преступлении и приняли в отношении нее высшую меру наказания, когда вынесли ей смертный приговор. Потому что они знали, что делает бедность с человеком.